От пациента, три месяца беспокоит боли то в верхней части брюшной полости, то переходит в нижнюю часть живота или в спину. Бывают справа или слева живота. Два месяца сижу на диете, сильных улучшений нет. Анализы общие, биохимия, без отклонений. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 45 лет. Область исследования, брюшная полость, забрюшенное пространство. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. На серии МСКАДО органов брюшной полости из-за брюшинного пространства, с пероральным контрастированием, желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень не увеличена к КРТ, 140 мм, КРТ 56 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность диффузна неоднородно плюс 26 плюс 85 хаунсфилда. Накопление контраста тканью печени снижено, артериальная плотность до плюс 90 хаунсфилда, венозная до плюс 94 плюс 106 хаунсфилда. Желчные протоки не расширены, портальная вена до 20 мм, желчный пузырь обычных размеров, правильной формы, рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка увеличена 135 на 58 на 43 мм, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов. Селезеночная вена 9 мм, поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузна неоднородно, нативная плотность плюс 26 плюс 67 хаунсфилда, вирсунгов проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена, надпочечники не увеличены, обычной структуры, почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурна, рентген-контрастные конкременты не определяются. В наружной паренхиме правой почки, простая киста 10 на 10 мм, почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей, абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены, свободная жидкость в брюшной полости не выявлена, заключение, КТ-картина портальной гипертензии, с пленами галии, на фоне выраженных диффузных изменений ткани печени, поджелудочной железы, киста правой почки басниак-1, рекомендована консультация гипотолога, ассистент кафедры кандидат медицинских наук КОТОФМА. Комментарий врача-рентгенолога. По данным КТ, у вас основные сложности с печенью. Структура ее неоднородна. Много фиброза. Кроме того, снижено накопление контраста, это неблагоприятный признак. Также, расширена портальная вена, что тоже говорит о патологии печени. Увеличение селезенки тоже в пользу портальной гипертензии. Собственно, портальная гипертензия и может давать боли, которые вас беспокоят. Вам имеет смысл сдать кровь на протромбин и посетить гипотолога. Изменения в поджелудочной железе, скорее характерны для ранее перенесенного панкреатита. Киста в почке – случайная находка, ничего делать с ней не надо. Вопрос пациента. В конце февраля я делал МРТ, мне написали МР признаки деформации желчного пузыря, та же киста в почке и диффузные изменения поджелудочной железы. Врач, как мне уже потом говорили грамотный. Затем по совету хирурга терапевт рекомендовал сделать КТ с контрастом. Делал, правда ее в центре травматологии и эндопротизирования. Вот там-то мне и выдали. Объемное увеличение головки поджелудочной железы с размерами 58 мм на 72 мм и двойным диагнозом, псевдотуморозный панкреатит или неопластический процесс. Направили к онкологу на консультацию. По рекомендациям онколога сдал три онкомаркера для поджелудочной, все в норме. На прошлой неделе уже пошел с диском КТ в клиническую больницу, кто мне делал МРТ с диагнозом КТ. Врач и еще один рентгенолог еще раз просмотрел мое МРТ и диск с КТ, он никак не мог понять, откуда взялись такие размеры, головки поджелудочной и сказал, что он такого увеличения не видит. У меня только один вопрос, головка поджелудочной точно в норме? Ответ врача-рентгенолога. Сейчас размер поджелудочной железы 29-22-26 мм. Это норма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова